Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 20 апреля – День Акулины, посвящен святой мученице Акелине. В 12-летнем возрасте она начала проповедовать среди сверстников о христианской вере и недопущении поклонения идолам и языческим божествам. За это она была подвергнута нечеловеческой пытке. Раскаленным железом ей просверлили голову сквозь уши. Она не умерла. Ангел ее воскресил, и она пошла обличать мучителей. Двери сами открывались, пропуская ее, и испуганные палачи отсекли ей голову. Вместо крови полилось молоко. Сегодня пробуждались русалки от зимней спячки. Так считали наши предки. Чтобы уложить русалок и защитить мужиков и детей от них, женщины вносили на Акулины день платье или ткань, клали их на берег. А когда шли к реке по воду, то брали полынь или чеснок для отпугивания, иначе русалка могла защекотать до смерти. О происхождении самих русалок говорили, мол, ими становятся девушки, умершие перед замужеством, покончившие с собой от несчастной любви, а также задушенные во сне матерями. Существовали русалки-поконницы. Они походили на людей, но отличались очень бледной кожей и распущенными волосами. Предпочитали ходить в просторных и прозрачных белых рубахах или даже голыми. Их необыкновенную красоту объясняли тем, что дьявол забирал в свою власть души русалки, а взамен давал ей чарующую внешность. За неделю до этого дня сели гречиху. Это давало название этому дню. Акулина-гречишница. Сегодня варили гречневую кашу, которую ели сами, а также угощали нищих и немощных. За такое угощение благодарили и желали хозяевам богатого урожая гречихи. В это же время пробуждались насекомые, оводы, мухи и комары. Они доставляли своими укусами боль домашним животным. Отсюда пошло другое название этого дня – акулина-комарница. Приметы. Ливень сегодня означал плохой урожай яровых культур и малины. Мороз поутру – к хорошему урожаю хлеба и гречихи. Звездное небо говорило об обильном урожае лесных ягод и орехов. Дождь пошел к богатому урожаю малины. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. 16 лунные сутки Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!